Девушки отдыхают Я хочу поговорить о ситуации, которая сложилась в городе Димитровграде по лекарственному обеспечению. Знаю, что много проблем было в прошлом году. Изменилась ли ситуация? Да, действительно, у нас в 2017 году, как и в предыдущие годы, ведется активная работа, связанная с защитой прав пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, в том числе связанных с лекарственным обеспечением. За 2017 год в суд нами было направлено более 40 исковых заявлений, связанных с обязанием Министерства здравоохранения, семьи и социального развития Ульяновской области обеспечить лиц, которые не были по рецептам, выписанным врачами, своевременно обеспечены лекарственными препаратами, либо о взыскании денежных средств за самостоятельно потраченные денежные средства. 2018 год, в принципе, наверное, как и всем известно, и многое об этом говорится, также является годом, который в том числе, можно сказать, объявлен годом для защиты лиц с ограниченными возможностями, пенсионного возраста и так далее. И 2018 год, к сожалению, также у нас начался с ряда обращений граждан, которые жаловались на то, что своевременно по рецептам врача они не обеспечиваются лекарственными препаратами. В связи с тем, что в прокуратуру города такие обращения, соответственно, поступают, уже в суд на сегодняшний момент направлено более шести исков в интересах таких граждан. Все-таки наверняка какой-то анализ проводили, и вот где, если так можно сказать, слабые звенов? Это что, аптечные сети или кто виноват? Ну, дело в том, что, да, к сожалению, из-за незнания, может быть, всей вот этой системы у нас граждане, которые обращаются в том числе к нам, думают, что как бы виновата именно аптечная сеть, а на территории города Демитровграда такой является Ульянская формация, которая как раз-таки и выдает бесплатные лекарственные препараты по рецепту врача. Но вместе с тем, здесь ситуация другая. Всеми закупками лекарственных препаратов занимается только Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульянской области. И уже, соответственно, лекарственные препараты поставляются в аптечную сеть, в том числе, вот как я сказала, в Ульянскую формацию. И если, соответственно, Министерство у нас своевременно эти лекарственные препараты не поставляет, то вот здесь и происходит перебой с выдачей лекарственных средств. То есть аптечная сеть, она не может выдать лекарственные препараты, которые не были, соответственно, отпущены ей Министерством именно для цели льготного обеспечения. То есть бывают действительно ситуации, когда нам граждане говорят, вот по рецепту не выдали лекарственный препарат, а пришел другой человек и за свои денежные средства купил указанный лекарственный препарат. Вот здесь нельзя путать. Дело в том, что аптечная сеть, она реализует лекарственные препараты, которые у нас доступны до всех граждан, а есть определенное количество лекарственных препаратов, которые ей поставляются для региональных либо федеральных льготников. И именно в рамках лимитов, которые министерство поставило в аптеку, осуществляется отпуск этих лекарственных препаратов. И даже если в случае имеется бесплатный лекарственный препарат по региональной льготе, они никаким образом аптечной сетью не могут быть выданы льготнику по федеральному, потому что здесь идет строгий учет, строгая отчетность. К сожалению, эта ситуация складывается из-за того, что Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия несвоевременно осуществляет закупки лекарственных препаратов, а еще и в большинстве случаев бывают ситуации, когда закупается недостаточное количество препаратов. Все это происходит только через процедуру закупков, аукционов, которые, к сожалению, занимают достаточно длительный продолжительный период времени. И как раз-таки на вот это время, когда вот это все проходит, у нас люди фактически остаются без льготных лекарственных препаратов. То есть здесь наверняка еще имеет место и вопрос финансирования, скорее всего. Ну, вопрос финансирования, как бы я не могу в данном случае уже, значит, отвечать по этому вопросу, потому что не осуществляем надзором. Здесь непосредственно, как мы видим, проблема в том, что, значит, закупается меньше лекарственных препаратов, нежели необходимо для лица, которые у нас проживают в частном территории города Митровграда. Кроме того, нельзя забывать и о той ситуации, что ведь инвалидность и количество инвалидов – это не цифра, которая не застывшая, а она растет, к сожалению, ведь у нас проходят и комиссии. И поэтому, может быть, на начало года у нас было одно количество инвалидов, а через месяц их стало уже гораздо больше, которые также при получении инвалидности уже сразу, значит, автоматически получают право на льготный лекарственный препарат определенной категории граждан. И поэтому вот такие тоже моменты они имеют место быть. То есть немного неотлаженная система, да? Скажите, чаще всего какие лекарственные препараты отсутствуют в Димитровграде? Ну, я могу только судить по обращениям, которые поступают в прокуратуру города Димитровграда. Из этой категории можно выделить лиц, которые у нас страдают сахарным диабетом. Самая большая проблема состоит с медицинскими изделиями, такими как глюкометрами, иглами для измерения уровня глюкозы в крови. Также бывают случаи, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями падают, и также лица, которые страдают бронхиальной астмой. Что делать человеку, который все-таки купил лекарство, но за свои деньги? Куда обращаться, как отстоять свои права? Ну, здесь вообще выход, можно сказать, из двух ситуаций заключается. То есть, если выдали рецепт и его не обслужили в установленном порядке, то есть сказали, что нет лекарственного препарата. Мы все прекрасно знаем, что срок действия рецептов составляет 30 дней. То есть, фактически, после 30 дней считается недействительным, и необходимо для получения лекарственного препарата идти и выписывать новый препарат. Здесь два случая. Если лицо не приобрело самостоятельно лекарственный препарат, ну, возможно, дорогостоящий препарат, либо по иным причинам. Возможно, обратиться в прокуратуру города с предложением соответствующих документов, и будет подан иск об обязании министерства обеспечить именно тем лекарственным препаратам, которые указаны в конкретном рецепте. Но в случае, если лекарственные препараты приобретаются за собственные денежные средства, здесь необходимо обязательно брать товарный кассовый чек в общечном учреждении и сохранять оригинал рецепта. В прокуратуру города эти документы предоставляются, и затем уже прокурор города обращается с иском в суд об взыскании денежных средств, затраченных на самостоятельно приобретенные лекарственные препараты. Только необходимо учитывать, что лекарственные препараты необходимо покупать именно те, которые назначены по рецепту. То есть, не искать аналоги, заменители и так далее и тому подобное. Именно по рекомендации врачей должна приобретаться лекарственный препарат и дозировка соответствует той, которая указана в рецепте. То есть, через суд можно решить эту проблему? Здесь система отлаженная? В судебном порядке, да, у нас система отлаженная. Бывают случаи, когда обращаются к нам лица, у которых либо редкие заболевания, либо очень многие препараты назначаются по жизненеобходимым показаниям. И прием необходим, вот ежедневный, в частности, буквально вчера было рассмотрено гражданское дело по иску прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка, который страдает редким заболеванием и нуждается в приеме иммуноглобулин, так как у ребенка отсутствует иммунитет полностью. И для того, чтобы ребенку выживать, жить, необходимо каждый день принимать иммуноглобулин. Не было оно обеспечено в установленном порядке, прокурор обратился в суд с иском и потребовал в решении суда, чтобы решение суда было проведено к немедленному исполнению. То есть, не дожидаясь месячного срока, когда наступает законную силу. В каждой конкретной ситуации мы тоже анализируем и смотрим. То есть, бывают действительно неотложные случаи, когда меры необходимо принимать прям экстренно. Поэтому обязываем суд в незамедлительном порядке обязывать министерство. А дети часто попадают в эту зону риска, когда остаются без лекарств? Дети часто попадают. Если, скажем, по 2016 году из исков, о которых я сказала, значит, 40 с чем-то исков, ну, примерно половина, чуть меньше, может быть, в 2017 году это было в интересах детей. Что касается 2018 года, из шести исков, которые были направлены, четыре в интересах детей-инвалидов. То есть, у детей не очень хорошее здоровье бывает такое, да, и приходится как-то родителям принимать какие-то экстренные меры. Да, к сожалению, эта ситуация, и при том, что я хочу сказать, что и с года в год у нас уже лица, которые обращаются к нам, они уже знают. Они практически каждый месяц, особенно те, которые, значит, принимают какие-то препараты, они покупают их ежемесячно, потому что ждать, пока их обеспечить указанным лекарственным препаратом, просто дети не могут. Иначе это повредит состоянию здоровья, а может привести их к более тяжелым последствиям. А бывают какие-то настолько редкие лекарства, что вот точно аптека их должна закупить? То есть, есть какая-то обязанность у, опять же, вот этой системы, о которой мы с вами говорили, чтобы это редкое лекарство было? Нет исключений? Да, исключений нет. Дело в том, что у нас есть постановление правительства РФ, в котором перечислено перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, в том числе и при редких заболеваниях, и этот перечень весь, он указан, значит, в данных документов. И, исходя из этого перечня, вот эти лекарственные препараты, если они назначаются и выписываются, они однозначно должны закупаться. При том, что я хочу сказать, что заявки формируются же не вот на начале периода, а эти заявки формируются еще в конце года предыдущего. То есть на 2018 год все эти заявки формировались еще и осенью, начиная с корректировками и так далее. Поэтому об этом известно. То есть списки есть, граждан есть и наименование препаратов. Здесь не новости. То есть все определено законодательно, как раз-таки база, она определена. Перечень лекарственных препаратов также имеется. А какие-то средства, которые для инвалидов нужны, это коляски или какие-то еще приспособления для инвалидов, они тоже бывают льготными и наверняка тоже с ними возникают проблемы? Ну, дело в том, что здесь, что касается технических средств реабилитации, я могу так сказать, что если ранее были обращения в прокуратуру города, то в 2017 году фактически таких обращений не было. Сейчас проблем как-то с этим нет, и здесь более отлаженная система, нежели с лекарствами. Здесь процедура следующая. В самом законе предусмотрено, что если техническим средством реабилитации не обеспечено, то приобретаешь за собственные денежные средства, и потом через министерство денежные средства возвращаются. Ни одной жалобы по поводу того, что денежные средства возвращены не было, к нам не поступали. То есть здесь система, слава богу, у нас за 2017 год пришла в более-менее хорошее русло, и лица обеспечиваются. По средствам реабилитации. Хорошо, спасибо вам за беседу, благодарю вас, уважаемые телезрители, за внимание. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова